Сейчас у нас идёт тренинг по аюрведе, консультант аюрведы или коуч по здоровью с аюрведической точки зрения. Все знания, которые сейчас я вам предлагаю, это знания, привезённые мной, в частности, из Индии. Индия, Шри-Ланка — это те места, где, можно сказать, и есть родина аюрведы или истоки аюрведы. И я туда путешествовала, я встречалась с разными учителями тоже, и таким образом изучала это всё на себе. И таким образом это те знания, которыми я могу с вами поделиться. У нас есть несколько партнёров в нашей школе. Это Вадзи Докторао, который из Майсора, из Индии, приезжает сюда к нам, в Канаду. Время от времени проводит свои мастер-классы, но его клиника там, в Майсоре, в Индии. И также Сохан Вирксинг, он из Дели, учился, жил. Он жил в Ашраме в Дели, учился там. Он тоже делает мастер-разные церемонии, он хорошо практикует массаж аюрведический. Когда тоже приезжает к нам, то часто мы устраиваем мастер-классы его по массажу, он рассказывает, он показывает. И тоже он учитель йоги, это мой учитель йоги в Сохан. То есть всё, что я услышала от него, всё, что я с ним... Это он устраивает поездки по Индии. Вот в ноябре мы едем снова, в конец октября, начало ноября мы едем в Индию. И Сохан тоже у нас будет нас возить, перевозить, показывать разные места Индии. Традиционные, какие-то культурные, традиционные места. Всё, что в том числе будет связано и с аюрведой. Занятие у нас с вами обучение именно коуч-консультант по аюрведе. И вы знаете, что аюрведа обозначает знание, но это слово-часть веда. И долголетие, аюры. Аюр — это жизнь или долголетие. И веда — это знание. Рассаяна — питание, омоложение и гириатрия. Рассаяна — тантра. Вот на этом мы сосредотачиваемся на нашем курсе. И, в частности, что туда может входить? Туда, конечно, входит диетология. Диетология по шести вкусам. Для каждого сезона, для каждой дочери. Комбинация использования определённых вкусов. Диетология, вот, нутрициология. Вкус пищи в кулинарном и медицинском контексте мы будем рассматривать. Наше чувство вкуса, включая жизнь в различных вкусах. Где аюрведа называет сладкий, кислый, солёный, резкий, горький и вяжущий. Два из шести вкусов являются соматическими ощущениями. Чувство отзывания. Резкий, ощущается как раздражение, боль, вяжущий, высушивающий, отжимающий, сладкий, спереди на кончике языка. Вот проведёте такой сегодня небольшой эксперимент, когда будете обедать или ужинать. Посмотрите, в каком месте на языке вы воспринимаете сладкий, солёный. Читается, что по бокам, около кончика языка, кислый по бокам в задней части и горький, в середине, в задней части рта. Вот настолько аюрведа — это медицина, которая основана на наблюдении. То есть всё идёт через наблюдение, всё идёт через постижение себя, что вот даже такие есть интересные наблюдения. Травоведение. Конечно, это та часть, которая выходит из продуктов питания, потому что травы или растения, или специи, оно всё очень близко. Так, травоведение и соединение трав, то есть травяные комплексы, минеральные комплексы — это тоже. Выбор. Это всё то, что мы с вами изучаем на курсе. Консультант по стилю жизни аюрведа. Как делать выбор травяных сборов, добавок и продуктов ухода за кожей и телом, потому что косметология здесь тоже входит. Выбор кристаллов и металлов согласно душам. Здесь это может быть применение и в виде настоек, и в виде аппликации на тело, ношение кристаллов. Это может быть и кристаллов в оформлении вашей декорации, вашего как бы жизненного пространства, точно так же, как и цвета. Я не поставила здесь слайд по цветам, но точно так же и выбор цветов, выбор цветов согласно вашим душам для гармонизации, того, что надо будет гармонизировать. Подбор музыки для гармонизации душ, то есть для каждой души своя музыка, свой ритм, свои инструменты. Всё это тоже очень важно. Вот это то, что называется, это можно назвать часть как бы психологии или часть ингрия. Это часть восстановления нервной системы ментального, эмоционального и ментального тела. Это вот именно эти вот части, они такие не физические как бы, но аюрведа их рассматривает точно так же, как рассматривает, скажем, питание или гимнастику. Это всё тоже очень входит. Личная гигиена — это всегда то, что нас тоже интересует, как содержать тело в чистоте. Мармотерапия, да, есть такая практика. Мармочекица — это дополнительная терапия. Здесь уже это не часть нашей программы, но я называю всё, что входит в методы омоложения. Мы ещё раз повторяем. Массаж Абьянга — это отдельный курс, который у нас есть по этому массажу Абьянга. Угвартана — это тоже массаж, когда мы используем сухие травы, сухую пудру, сухие травы для определённых дождь, особенно ценно этот массаж. Басти — это используются тоже травы, но здесь уже лечебные масла в виде лечебных масел. Вот я показываю на фотографиях, как мы это применяем. Но это терапия, это уже массажная терапия, это часть массажной терапии. Но такие небольшие тренинги, они тоже, мы их даём время от времени, то есть если вы натуропат, если вы как коч, но тем не менее вы хотите включить какую-то терапию для своих клиентов, чтобы вот так вот их положить на стол и какими-то методами с ними работать, такими прикладными, потому что это не совсем массаж, правильно? Это вообще не массаж, можно сказать. Это терапия. То тоже такие курсы у нас есть, мы их даём время от времени, и, пожалуйста, вы можете это изучить. Айюрведическая йога для себя и для преподаваний. Пока на русском у нас нет этих программ, но увидим со временем. И вот так вот айюрведическая карьера — это всегда то, что может привести вас в нужном направлении. Вот снова, если мы посмотрим эту картинку, то это Даван Тари, только здесь у него две руки, но он вот бог аюрведы, вот он держит этот сосуд самритой, то есть сосуд молодости и показывает, что всё возможно. Рядом с ним одна из наших студенток, Линда, которая тоже вот изучала аюрведу, она медсестра, но, тем не менее, для неё это было интересно и менее для себя, и профессионально. И вот тоже слева эта группа, когда я читала этот курс, это была французская группа уже несколько лет назад, вот тоже выпускницы, которые получают свои...